Чернигов это самый уютный город в Украине, ну по крайней мере для меня. Он находится всего в двух часах езды от столицы и после того, как мы с семьей открыли его для себя, мы стали посещать его довольно часто. Это идеальный город для того, чтобы отдохнуть после тяжелой недели, да и в принципе в нем можно небольшой отпуск провести. Тут можно снять апартаменты или номер в отеле и целые выходные гулять по большому центру или летом отдыхать на новом городском пляже с кучей спортивных и детских площадок кафешками. В Чернигове можно провести очень много времени, изучая историю местности. Она богатая, тут собрано огромное количество церквей и храмов разных времен, есть пещеры. Хороший гид, которых тут много, заинтересует всех, включая детей. Кстати, последний раз, когда мы тут были, количество туристов в городе было более 7 тысяч за день. Чернигов за последние года сильно преобразился и превратился лично для меня в один из любимых городов, в которые я с удовольствием ехал каждый раз. У нас с семьей здесь даже есть любимый ресторан, в котором делают самые вкусные завтраки. Но недавно мой друг из Чернигова написал мне, что нашей любимой кафешки больше нет. И исторического кинотеатра в центре нет. Нет больше нескольких школ и садиков. Нет многих жилых домов, нет многих людей, которые еще вчера жили спокойной жизнью и строили планы. Никто не хотел войны в своем родном городе. Люди лишились мирного, цветущего города Чернигов. Теперь он в дыму, а на улицах руины и кровь. Но мы обязательно выиграем. Мы обязательно восстановим все. Мы никогда не забудем тех, кого больше нет с нами. Россиянам нужно знать, какие разрушения устраивают в Украине их войска. Остановите войну.